Итак, мы продолжаем обзор различных еврейских групп, еврейских корней. В истории мы говорили о русских, да? Теперь мы поговорим немножко об украинцах, потому что украинцы очень тесно связаны украинская культура с еврейством, правда? Да. И в особенности в Западной Украине это был один из таких крупных очагов еврейской культуры. И вот даже говорят, что украинские казаки, да, которые были антисевитами, то там тоже немало еврейских корней. Вы знаете, что украинские казаки это не только были украинцы, да? Это люди, которые приходили из разных земель и из разных национальностей. Например, вот из земель, которые были в то время под властью турков, пришли такие роды, как апостолы. Апостолы, это они даже имели с последней царской династией из Константинополя. Имели родство. Капнисты. Милорадовичи. Кто был Милорадович? Милорадович. Серб. Серб. Кто знает? Тамари. Кочубеи были крымскими татарами. Фридриховичи австрийцами. Хотя Фридрихович звучит очень по-еврейски, да? Орлики и пасеки происходили из Чехии. А оказывается, один из подвижников Богдана Хмельницкого, Максим Кривонос, по происхождению был шотландцем. И среди казахской старшины были много людей еврейского происхождения. Поруховичи, Магировские перехресты, Герцоги, Герцоги, Крыжановские, Марковичи, Перехресты Осиповы и некоторые другие. Во времена Гетмана Мазепы многие евреи влились в казахскую среду. Из рода Боруховичей происходил известный украинский государственный деятель Михаил Андреевич Борухович. Приказным атаманом времен Северной войны он принимал участие в походе под Азов и в польском походе. Михаил Андреевич, другой из Боруховичей, много жертвовал на храмы православные. И построил Лубенский Мгарский монастырь и Успенскую Лютинскую церковь, где и был по старых похоронен. Близкий к Гетману Мазепе был Павел Семенович Герцог. Герцог. Видите, Герцог, Герцог. Как и от Гетман Мазепа, уделял большое внимание строительство храмов и на его средства был построен Возвиженский храм в ближних пещерах Киево-Печерской Лавры. Его три сына, Григорий Иван и Афанасий, были сторонники Гетмана Мазепы. После полтавского поражения они эмигрировали в Бендеры. Были один из тех, кто остался верным Гетману до конца. И Григорий Герцог стал генеральным Ясаулом при Орлике. В 1719 году переехал из Стокгольма в Варшаву, где был похищен людьми русского посла, вывезен в Россию и заключен в Петропавловской крепости. Женами приверженцев Мазепы были дочери полтавского полковника. Мария, воинского товарища Владимира Григорьевича Максимовича и Анна, жена генерального писаря Филиппа Орлика. Кристина, жена полковника Григория Ильича Новицкого, высланного в Сибирь, где он проповедовал христианство среди остяков и вагулов и оставил работу, посвященную этим народам. Основателем рода Крыжиновских был выкрашенный еврей Антон Степанович, сделавший головокружительную карьеру. Также род Марковичей, это был тоже еврейский род. Я не буду сейчас подробно на них обстановиться. Кто может заинтересуется, вот здесь у меня есть родственники Барабаша и других украинских гедманов. Под вопросом происхождения самого товарища Зиновия Михайловича Абданка. Кто такой Зиновий Михайлович Абданка? Да, тот человек, который известен у нас как Богдан Хмельницкий. Ну, Богдан, это у него имя, которое он взял вместо Зиновий, так как он тут имел с украинскими, то и взямо, понимаете, он как-то не котировался. Пришлось стать ему Богданом Хмельницкий. Он по фамилии своего родового Маянка, да, имения. Но что интересно, один из украинских историков назвал его герба из жидовского герба Абданка. Единственные евреи, которые имели в то время право быть дворянами, это были караимы. И неудивительно, Абданк, эта фамилия татарская, Правда? И вы помните историю самого Хмельницкого. Он, человек, несколько раз менял веру. Вначале он был православным, да? Потом он закончил иезуитский колледж в Львове и принял унию. Уния – это такая ветвь православия, которая близка к католичеству. Позднее он занял довольно выдающийся пост во времена религиозных войн. Помните, была 30-летняя война, можете посчитать, когда она началась. Позднее окончилась она в 1648 году. Это тяжелый для истории Украины и евреев год. И во время этой войны польские короли были родственниками французских королей. В памяти королевы Медичи, вот один из ее сыновей даже был избран на польский престол. Но так как освободилось место в Париже, он поехал, принял королевство Парижа, где благополучно преждевременно то ли умер, то ли его отравили. Лучше бы он был среди поляков. Потому что ни одного польского короля не было никогда никаких покушений. А знаете почему? Они никому нужны не были. Всем заведовал всем. И король Владислав, который покровительствовал Богдана Хмельницкого, послал его с группой украинских казаков. И это участвовало около 10 тысяч украинских казаков и где-то около 30 тысяч вообще польских войск. Во время этих войн. Во Францию. Под Дюнкерк. Помните, французы кого там убивали? Гугенотов. Дюнкерк был последним оплотом. И во Вторую мировую войну Дюнкерк, это была последняя крепость прибрежная, которая оставалась за англо-французами. Помните, их прижали немцы. И приходилось срочно эвакуироваться в Англию. А вы знаете, кто был главным инженером той крепости, тогда в Дюнкерке, в 1640 каком-то году? Знаменитый Портос. Атос, Портос, Д'Арелис и Д'Артаньян. Д'Артаньян еще тогда маршалом Франции не был, но был генералом. И был в войсках Мазурини. Так что вполне возможно, чтобы Агнат Хмельницкий мог встречаться с этими ребятами. Вот представьте себе, 20 лет спустя, да? 20 лет спустя, кстати, Портос там и погиб. И сейчас нашли могилу Портоса, он действительно погиб, ему пуля попала в череп. Нашли его. Могилу, нашли его скелет. А что касается Богдана Хмельницкого, он осуществлял как офицер связи. Он вербовал казаков, он отправлял туда казаков, он ездил несколько раз туда и обратно. И последний раз, когда он возвращался, король Владислав умер, стал король Ян Казимир, который не любил казаков и начал ущемлять их права. Кроме того, закончилась в 1648 году война. И что осталось? Некуда девать этих людей. Люди вернулись на родину, они оказались не у дел. Куда они пошли? Партизаны. И корпус был такой, лесовчиков, они почти полностью стали партизанами, это в Польше. А Богдан Хмельницкий перешел к украинским казакам. И вы знаете, что липшие друзья Богдана Хмельницкого были крымские татары? Недаром, потому что у него была татарская кровь. Даже говорят, что одно время Богдан Хмельницкий был пленен татарами и принял ислам. Вот такой человек, который менял свои убеждения, как хотел. И Богдан Хмельницкий совершил очень страшные злодеяния против евреев. Возможно, вы знаете, почему-то самые большие гонители евреев, это были те люди, в которых была еврейская кровь. Тарквимада, великий инквизитор, который уничтожал евреев в Испании. Гитлер, которым тоже еврейская кровь. Мы как-то поговорим о Третьем Рейхе, и там было много деятелей с еврейской кровью. Геринг, Гейдрих и так далее. То есть были люди с еврейскими корнями. И что оставалось для того, чтобы доказать, что они не евреи? Надо было уничтожать евреев, правда? Вот так, как в том фильме, который я говорю, День гнева. Действительно. И страшные вещи совершил. Гитлер в процентном отношении уничтожил евреев столько же, сколько Богдан Хмельницкий. Да? Ну, просто во времена Гитлера было уничтожено 6 миллионов евреев. Время Богдана Хмельницкого было уничтожено свыше 150 тысяч. Но точную цифру никто не знает. Но где-то 90% евреев Украины было уничтожено. И за это еще до сих пор земля плачет. Стоят памятники Богдана Хмельницкого. Богдана Хмельницкого портреты на деньгах. Правда, здесь украинцы умно сделали. Еще стоит этот памятник. Там вот, если вы увидите такой кол, а на колу бледная голова профессора Довеля. Так что хорошо сделали, да? Не конную статую, а просто голову на кол посадили. Кстати, между прочим, после смерти Богдана Хмельницкого, через какое-то время, его могила была скверлена, в прах выкопан, сожжен и развеян по ветру. Так что Богдан Хмельницкий получил. Но Украина еще до сих пор нуждается в покаянии. Теперь я хочу немножко поговорить о немецких евреях. Это тоже была большая трагедия. До крестовых походов евреи Германии жили неплохо. Во времена крестового похода они погибли с страшным гонением. И многие были уничтожены. Целые общины, целые города были евреев истреблены. И некоторые получили оттуда такие названия и фамилии. Вот, например, фамилия моей учительницы-еврита, Инна Закс, она рассказывала свои фамилии, Зер Кагал Саксония. То есть в Саксонии были уничтожены все евреи, осталось немного. Они получили название Семя общины Саксонии. И эти евреи бежали на Украину. То есть современные наши украинские евреи, они имеют и татарские корни, да, и ашкенадские корни от тех людей, которые ушли из Германии. Впоследствии Германии к евреям стали лучше относиться, а где-то в 18-19 веке к евреям стали относиться очень хорошо. И евреи в Германии, естественно, стали во всех выдающихся местах. Да, ну мы знаем Карла Марса, который был вообще-то Мардыхай Леви. Потомки Карла Марса, которые жили в России, были репрессированы, кстати, советской властью. И остался там сейчас один, может, уже умер ему за 80 лет. Тоже живет в местах не столь отдаленных. Он потомок артиста Щепкина и, актера Щепкина и Карла Марса прямой. То есть, действительно. Но, в общем-то и целом, в 19 веке с евреями обращались хорошо. Евреи, был реформированный иудаизм, молились на немецком языке. А некоторые говорили, что мы немцы иудейского воспоминания, а некоторые прямо говорили, что мы немцы. И тут пришел Гитлер. Видите, если бы Гитлер не преследовал еврейских ученых, которые были в Германии, не было бы у американцев атомной бомбы. Правда? Если бы Гитлер не преследовал евреев, может быть, он как-то и сохранялся. В 1935 году были приняты расовые законы. И были выделены евреи. И так называемые мишлинге. Запишите. Мишленге. Мишлинге. Что такое мишлинге? Мишлинге слово «микст». Да, смешать на идише, на немецкое. Это что? Смешанные. Это люди, которых была еврейская кровь. Мишлинге. Мишлинге. Гитлер различал мишлинге первой степени и второй степени. Мишлинге первой степени – это те, у кого отец или мать были евреи. Мишлинге второй степени – это, у кого хотя бы один бабушка или один дедушка был еврей. То есть, вот как я, например. В Израиль меня не пустят, потому что у меня дедушка еврей, да? Но если бы Гитлер сейчас был у власти, я бы спокойненько пошел в концентрационный лагерь. Очень есть интересный один фильм, тоже хотел бы как-то вам показать. Играет Олен Делон. Там получается так, что этот Олен Делон играет человека искусства, который занимался тем, что перепродавал картины. Он дешево покупал во Франции во время оккупации Франции и Германии. Дешево покупал у всех евреев, которые репрессированы картины, и продавал их дорого. И тут вдруг случайно он оказался в списках. И там точно с такой же имени и с точно такой же фамилией еврей. Еврей этот скрылся, а его полиция арестовала. Ему пришлось доказывать, что он не верблюд. Начинается вообще, кстати, фильм очень интересный. Действительно, вот показывает, как людей просто всех буквально подвергают медицинскому свидетельству. Есть ли у этого человека признаки еврейской расы, вы представляете? Кошмарно. Но во Франции были много еще и по происхождению арабы. Потому что, вы знаете, Франция владела многими колониями в Северной Африке. И вот этот человек собрал родословную со всех своих. Но где-то там в Алжире у него была бабушка. И он посылает своего адвоката найти родословную его бабушке, которая с Алжира. И вот как раз в это время, значит, адвокат прибывает, а он уже там в таком лагере для перемещенных лиц, где происходит сортировка. и вызывает фамилии, которые отправляются в Германию на уничтожение. И его туда загоняют. Тут же бежит этот адвокат с этой бумажкой, кричит, что он не еврей, но он уже в вагоне, и он уезжает в Германию на смерть. Вот такие трагические вещи были. И Гитлер к концу своей, так сказать, карьеры, сначала он выявлял всех на половину евреев, четверть евреев, затем он даже хотел выявить всех на одну восьмую часть евреев. Слава тебе, Господи! Вы знаете, что продлилось 7 лет вот такой власти с хрустальной ночи 38-го года по 45-й серьезные гонения евреев, и 3,5 года с декабря 41-го года, когда было принято решение о полном уничтожении евреев как нации, до этого евреи были в концлагерях, а уже тогда начали их истреблять в промышленных масштабах. И до мая 45-го года, 3,5 года гонений. Кстати, Вагнер, который тоже был композитором евреем, еврейское происхождение, он первый сказал, евреев надо травить как тараканов. И Гитлер это сделал, потому что вот этот знаменитый газ-циклон, который используется в концентрационных лагерях, он был именно предназначен для уничтожения тараканов и различных насекомых. Можете себе представить? Гитлер а еврейскую кровь считал сильнее, чем арийскую. Да, да, у него интересные были. Ну, некоторых он считал арийцами, те, которые были выгодны. Вот сейчас мы об этих людях поговорим. Кстати, с Вагнером еще произошел интересный такой случай. Знаете, Гитлер очень любил Вагнера. И когда взяли в Прагу, комендант немецкий, там была филармония, и были выстроены культуры всех композиторов. И немецкий комендант, значит, решил выбросить фигуры всех еврейских композиторов. Но так как он плохо разбирался в этом, он велел сбросить и фигуру Вагнера, у которого была чисто еврейская внешность. Внешность. Когда об этом узнали, его разжаловали, а позднее отправили на Восточный фронт. Вот такие вещи. Итак, Мишлинги. Мишлинги. Многие Мишлинги продолжали служить в Люфтваффе, в Верховке, в Крикс-Марине и становились не только солдатами, но и частью генералитета, даже на уровне командующих полками, дивизиями и армией. Многие Мишлинги были награждены за храбрость железными крестами. 20 солдат и офицеров еврейского происхождения были удостоены высшей военной награды Третьего рейха Рысарского креста. Впрочем, многие ветераны вермства жаловались, что начальство неохотно предоставляло к орденам и тянуло в продвижении чиней, помянуя об их еврейских предках. Однажды нацистская пресса поместила фотографию голубоглазого блондина в каске. Я вам как-нибудь принесу эти фотографии. Под снимком значился идеальный немецкий солдат. Этим арийским идеалом был боец Вермарта Вернер Гольдберг. Майор Вермарта Роберт Бархарт получил рыцарский крест за танковый прорыв в августе 41-го года на Советском фронте. Затем был направлен в африканский корпус Роммеля. Под Эль-Аламейном он попал к англичанам. В 44-м году ему разрешили приехать в Англию для воссоединения с отцом-евреем. В 1983 году он рассказывал немецким школникам. Многие евреи и полуевреи, воевавшись за Германию, во Вторую мировую, считали, что они должны честно защищать свой фатерланд, служа в армии. Полковник Вальтер Холландер, чья мать была еврейкой, получил личную грамоту Гитлера, которую фюрер удостоверял аресту этого галактического еврея. Потому что он был таким евреем. Кстати, Гитлер многих делал евреями по своему особому указу. Он очень любил австрийского еврейского композитора Эмри Кальмана. Но Кальман, Кальман и так далее, Калмановы, это все евреи. И он предложил евре Кальману стать законным рицем. Кальман отказался и эмигрировал. Были и такие случаи. Холландер был даже жден железными крестами обоих степеней и редким знаком отличия с золотым немецким крестом. В 43-м году получил рыцарский крест, когда его противотанковая бригада в одном бою уничтожила 21 советский танк на Курской дуге. Когда ему дали отпуск, он вернулся в Варшаву и был шокирован тем, что там происходило. И поехал в концлагерь в гетто Варшавское, где находился его отец. Да? Можете себе представить? Часто солдат железным крестом на грузди приезжал из фронта в концлагерь Заксенхаузен, чтобы проведать там своего отца-еврея. Один офицер СС был шокирован таким гостем. Если бы не награда на твоем мундире, ты бы у меня быстро там оказался, где твой отец. Был такой Маршан Мильх. Он тоже был евреем Мильх. Но Гитлер объявил, что он незаконорожденный. И что его мать Арийка не от отца еврея зачала, а от Арица. И об этом Гитлер сказал. Я сегодня объявил Мильха ублюдком, а по крайней мере он будет арийским ублюдком. Вот такие вещи происходили. И многие из тех, которые потом выявляли, буквально их с Восточного фронта или с других мест отправляли к концлагеря. Многих товарищей по оружию прятали. Вы понимаете, что не все немцы были нацистами. Правда? Вот. Гейдрих, знаменитый Рейхан Гейдрих, любимец фюрера и глава РСХА, контролирующий гестапо, криминальную полицию, разведку и контрразведку. Родился в 1904 году в Лейцебе семья директора консерватории. Семейная история гласит, что его бабушка вышла замуж за еврея вскоре после рождения отца будущего шефа РСХА. В детстве старшие мальчики били Рейнхарда, обзывая его евреем. Именно Гейдрих провел так знаменитую Ванзейскую конференцию для обсуждения окончательного решения еврейского вопроса. В его докладе говорилось, что внуки-евреи рассматриваются как евреи, да? И что их надо? Пу-пу-пу. Хотя он сам потом это офигенно. Когда Том вернулся домой в дребезги пьяным, включил свет, увидел свое изображение в зеркале и дважды выстрелил в него из пистолета со словами «мерзкий еврей». Ридгофен. Тоже помните был Ридгофен, который погиб в 18-м году, был его брат Ридгофен. Генерал это Люфтваффе. И другие. Значит, Ридгофен познакомился с молодым Герингом. Геринг тоже воевал у ридгофена в эскадрилле. Если вы, может быть, смотрели разные фильмы, почему-то немцы все красные цвета окрашивают, да? А англичан окрашивают первую. Смотрите эти фильмы. Но в действительности только у Ридгофена и его брата были выкрашены красный цвет. Красным бароном был Ридгофен и его брат. И вместе с Герином, он был другом Геринга, вот это второй брат. И в 1929 году стал генеральным директором Люфтганзы, национального авиаперевозчика. Так, дальше. Барон фон Бир, тоже Мильк, мы уже говорили, и другие. То есть их было много, их было, может быть, сотни, а может быть, тысячи таких людей. Видите, как страшно, да? Бояться каждый день, что ты юлей. Бояться каждый день, что тебя откроют. Откроют. Я познал такой страх однажды. Я вам рассказывал об этом? Ну, как-нибудь расскажу, как я стал евреем, как я почувствовал себя евреем. Итак, мы видим, сделаем какой итог всего сказанного. Что мы видим разные группы. Разные группы, которые могут быть христианами, могут быть мусульманами. Они могут быть разного и расповедания, но все равно они остаются евреи по крови. Мы видим многих неевреев по крови, которые что? Действительно, все евреи по духу. Итак, какое же дадим определение евреям? Как вы думаете? Какое мы дадим определение евреям? Значит, евреи – это не нация, да? И евреи – это не раса. Есть хорошее определение евреев, что евреи – это семья. Это семья, имеющая трех отцов. Сколько? Авраама, Исаака, Иакова. И четыре матери, да? Это Сара, Рахель, Лея, да? И Римка. И находящаяся, да, в завете с Господом. Причем иногда этот еврей даже отрицает то, что он находится в завете с Господом. Но Господь знает, да? И если я смотрю по истории, как вы думаете? Ну, ясно, если у вас оба родители евреи, то вы евреи, тут уже никуда не отвертитесь. А если у вас папа или мама еврей? Я считаю, что вы евреи, да? Знаете, еврейская кровь, она очень сильная. Гитлер говорил, что если даже останется хотя бы одна единственная еврейская семья, то все равно евреи завоюют весь мир. Но почему-то он не говорил, что если останется хотя бы одна немецкая семья. И знаете, если еврей женится на негритянке, да? А кто еврейская негритянка? Ну, Вупи Гольдберг. Вупи Гольдберг, известная актриса. А я сначала думал, что это по мужу она Гольдберг. Она, оказывается, по мамочке Гольдберг. Вупи Гольдберг, да? Известная актриса. Негритянка. Сто процентная. То, значит, если еврей женится на негритянке, кто получится? Негр или еврей? Еврей. Еврей, правда? Поэтому я считаю, что если у вас хотя бы отец или мать еврея, то вы еврей. Если бабушка и дедушка евреи, я считаю, что вы можете себе считать вполне евреями. Для этого не надо сильно напрягаться. Почему? Потому что Гитлер таких людей считал евреями. И антисемиты все равно вас будут считать евреями. И моего сына, у него были отопыренные уши, но сейчас не такие, конечно. Жизиком дразнили, знаете, когда он был школьником. Правда? Еще почему? Потому что обычно бабушка и дедушка участвуют все-таки в воспитании своих внуков. Иногда даже больше, чем родители, которые все время на работе. Вот мой еврейский дедушка очень много меня уложил. Я отцом не был сильно доволен. У меня с отцом были большие проблемы. Я бы никогда не познал отцомство и никогда бы не был настоящим отцом, если бы у меня не было дедушки. И действительно это накладывает отпечаток. Ну, прабабушка, прадедушка, чаще всего мы их не помним. Но кто знает, сколько еврейских корзей. Крайне мере, инквизиция могла вас уничтожить, если бы у вас прабабушка и прадедушка были евреями. И Гитлер уже тоже к этому подходил. Так что смотрите сами, думайте сами, решать или не иметь, иметь или не иметь. Если вы хотите быть евреями, то вы должны понимать, что это не просто себя назвать евреем. Но это к чему-то вас обязывает. Это обязывает любить Израиль, это обязывает любить евреев. Это обязательно считать себя частью еврейства. Поэтому мы мессианские евреи, евреи и неевреи. И как вы? Больше христиане или больше евреи? Христиане могут принять нас с радостью. Евреи нас отталкивают, бьют ногами и пинают. Но мы должны говорить, мы евреи. Мы любим евреев. И мы евреи и неевреи. Потому что в любой еврейской общине всегда, во все времена, были евреи и неевреи. И во времена Авраама мы видим. И во времена Моисея это было. И во времена Егоша и Абиннуна. И в любое время. Есть евреи и неевреи. И мы должны помнить, что мы находимся в завете с Богом. И если человек даже отрицает этот завет. Вы знаете, он не получает ту благодать этого завета. Но все плохое на него будет литься. Ну, есть, помните, известная глава, да, 38-я глава второзакония. 28-я глава второзакония. Благословение и проклятие. Благословение мало, проклятий много. Но почему-то, несмотря на все проклятия, да, несмотря на все проклятия, оказывается, что евреи и потомки евреев благословлены. Даже если они ведут не сильно хороший образ жизни. Правда, странно? А знаете, мы будем разбирать, может быть, это место. И там сказано о благословениях. Что там не просто сказано, придут на вас благословения. А благословения будут гоняться за вами. Это подлинный текст Торы. То есть евреи будут убегать от этих благословений. И говорить, что они не евреи. Но благословения будут гоняться за евреями. Безусловно. Теперь поговорим, что означает имя нашего народа. Имя еврей. Да? Значит, есть несколько вариантов. Еврей или еври. Да? Еврей или еври. Так называют евреев потомка праотца Авраама. Авраам назван в Торе Авраам га-еври. Бытие 14 глава, 13 стих. То есть Авраам, потомок Эвера, правнука сына Ноа Хошема, является первым евреем. И слово Эвер означает, что переселился, перешел на другую сторону. Также сторона, берег означает, и переселившись. Да? Все мы переселенцы евреи. И Авраам, вы помните, был первым переселенцем из реки Прат-Ефрат и направился в Эрец-Исраэль. И от слова Иври произошло также название языка. Что значит? Иврит. Иври означает еврей, а иврит означает еврейское. А почему же язык назван Иврит, еврейское? Потому что на иврите, если мы говорим язык, лошон, да? Это относится к органу нашему. Но если мы говорим язык в культурном смысле, употребляется сафа. Буквально губа. Поэтому раскатал губу еврей, и получилась еврейская губа. Да? Поэтому еврейское. Иврит. Иврит. И что же это слово во многих языках? Оно как перешло? Да? Еврей Гебрив. Да? Некоторые говорят хабиру, или хапиру, это евреи. Хотя нет, но часто это относится так же и к... Видите, как интересно. Гебрив. Это относится к... Мы говорим еврей. Это мы говорим в смысле еврей, в этническом смысле, да? То есть потомок Авраама. Но Гебрив, английский, означает иудей. А если мы говорим жид, иудей, да? Мы говорим об иудаизме, но джуда, или жида, да? Как по-английски, означает еврей в смысле этническом. То есть там все наоборот. Второе название. Исраэль. Исраэль. Это тоже собственное имя. Кто получил имя Исраэль? Яков. Яков, да. Исраэль, борющийся с Богом, равняющийся на Бога, стремящийся к Богу. То есть, некоторые говорят, Иш-Раэль. Человек, увидевший Бога. И третье название. Егуди. Егуди. От слова Егуда. Егуда, это кто был? Сын Израиля, да? Сын Израиля. И родословно, Егуда очень, кстати, интересно. И вы знаете, что Егуда стал, получил как бы первенство в Израиле. Почему? Первый был кто? Реувен. Второй был Шимон. Третий был Леви. Но Реувен потерял свое там сложно сказать. Говорят, что он вошел к наложнице своего отца. И таким образом осквернил посель. Может быть, он даже не имел с ней сексуальных отношений. Но в те времена уединяться в мужчине и женщине запрещалось, вы понимаете. Да. А второй был Шимон и Леви. Но они что совершили? Да. В Шхеме они совершили убийство, массовое убийство людей. Которые причем приняли иудаизм, даже обрезались. Согласились. Да. Это страшно. То есть, они совершили геноцид над теми людьми, которые могли бы стать евреями. И за это они были лишены. Первенство. И следующим стал Егуда. И Егуда, что означает прославляющий Бога. Был такой тест. И на тесте я там разные вопросы задавал. Рашид, кто такой Иуда? Многие написали предатель. Правильный ответ был лидер прославления. Потому что, если у вас на тесте будет такой вопрос, не забудьте об этом. И Егуда это человек славящий Господа. Да, да? Да. Джуда Швили. Джуда Швили, да? И означает сын Иуды. Да. Джудит, Иудит и так далее. И есть название, которое происходит от этих. Значит, на английском Гебрю и Джо. На немецком Гебрер Джуда. Французский Гебрю Джухи. Итальянский Эбрео и Гуэда, я не знаю, может быть, Жеда. Испанский Гебрё, Жудео. По-польски Жид, по-венгерски Жида. Ашкидазы себя называют как Идиш. Идиш это тоже происходит от Жид, да? Идиш, Иуда, Идиш. Вот. Еще как себя называют Аиды. Поэтому опера Аида означает Юрейка. Правда? Еще раз говорю, что Игуди, Иудаис, Жид это древняя общеславянское название Еврея Жид и День носила оскорбительного характера до 18 века. Если определить так по трем именам, записывайте определение. Моя жена говорит, я говорю, вчера жалуюсь у моих студентов, что я очень много за его материалов. Она говорит, ну ты выделяй, выделяй. Я говорю, им точно, что она записывает. А мне несколько раз повторила. Мудрая женщина. Так вот, записывайте. Еврей, это человек. Первое. Отделенный Богом свой удел, то есть переселенный Богом. Да. Первое. Это человек, отделенный Богом свой удел и переселенный Богом. Да? Второе. Ну, кто у нас отделенный? Еврей, да? Еврей, да? Отделенный Богом свой удел. Мы говорим, что евреи, они не смешиваются с другими нациями, да? Хотя они принимают другие культуры, но все равно у них есть что-то, что их отличает от всего остального мира. Значит, евреи – это отделенный Богом свой дел, переселенный Богом. Второе. Равняющийся на Бога или борющийся, спорящий с Богом. Итак, иногда евреи пытаются быть более святым, чем сам Господь, и выдумывают много законов, да? Святее, чем Тора. А иногда евреи, наоборот, спорят и выступают против Бога. Ну, это такая характерная черта еврейского народа. Значит, второе определение. Равняющийся на Бога или борющийся, в скобках, спорящий с Богом. И третье. Это что? Прославляющий Бога. Егуда. Первое. Иври. То есть, переселенный свой дел. Второе. Исраэль. Это человек, борющийся или спорящий с Богом. И Иуда. Это человек, прославляющий Бога. Хотя все эти три определения относятся к понятию еврей, но все-таки следует различать. Мы говорим еврей, когда мы говорим о евреях, как о нации, да? О различных группах еврейских вне религиозности. Правда? Если мы употребляем термин иудей, мы не говорим только о том, как иуды, да? Но мы говорим чаще всего о какой-то религиозной принадлежности. И если мы говорим израильтянин, хотя это относится ко всем евреям, но мы чаще говорим о каких евреях? О гражданах Израиля, да? То есть, так. Они являются, естественно, могут быть иудеями, а вот не быть иудеями. Вот. Но граждане Израиля, значит, они уже так определяются. Хорошо. Итак, есть, некоторые считают, что христианин перестает быть евреем. Как вы думаете? Да, вы пишите, что став христианином, еврей никогда не перестает быть евреем. И об этом знает Бог, и об этом знают враги евреев. Потому что многие принимавшие еврейство и христианство были потом репрессированы, потому что все равно в них подозревали тайных евреев. Хорошо. Теперь поговорим про жизни евреев в Египте. Да? Или давайте поговорим сначала вообще про Египет, про двуречие. Египет – это была суперимперия того времени, да? Египет был суперимперией того времени. И Египет простирался вдоль реки какой? Нил. Справа и слева были пустыни. Следовательно, еще одной особенностью Египта было, что это была страна, как бы замкнутая в себе. Вот Сибирь, например, если сослать человека в Сибирь, убежит он оттуда? Трудновато убежать, правда? А если человек находится где-то на Украине, то он побежит в любую сторону, да? То есть, замкнутая. Мисрая – это страна тесноты. И Мацар – это теснота, несчастье, горе, а также граница. Граница. И когда кто-либо переходил в Египет, об этом говорится как о подъеме или как снижении. Да, я рад. Всякий раз о переходе евреев в Египет Библия употребляет слово «я рад», то есть «сошествие». И это может также подниматься, как о потере высокого положения. Ну, например, Бытие, 12 глава, 10 стих. А об исходе, как говорится, «а-ла», да? «А-ла», то есть восхождение. А те, кто делают это «а-ла», да, называется «алим». Да, с одной стороны, Египет действительно ниже находится, да, чем Израиль. Израиль находится выше. Но, с другой стороны, здесь говорится о духовном положении евреев. Кстати, в истории Египта был удивительный случай. Примерно около 1700 года до нашей эры, стороной правила Гексовская династия, семитского происхождения. Этого в Библии посвящено несколько мест. Библия говорит в 39 главе «Бытие» о Иосифе и жене Патифара. Вот интересно, что, проводя раскопки, обнаружили папирус, который содержал историю о двух братьях, написанных премиаториевым. И в документе рассказывается почти то же самое, что в книге «Бытие», начиная от добродетеля молодого человека, его ареста вследствие наговора женщины и кончая его возвышением до поста первого министра страны. «Бытие» в 41 главе говорится о семи годах изобилия и семи годах голода в Египте. И были найдены письменные доказательства того, что действительно в это время было семь лет изобилия, которые смелились семью годами голода. И этому времени соответствует изображение семи тучных и семи тощих коров. Даже на египетских папирусах и документах есть изображение семи жирных и семи тощих коров. В книге «Исход» в 5 главе 6-7 стих сказано, в тот же день фараон дал повеление представникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте преднароду соломы для кирпича, как вчера и третьего дня. И вот в 1883 году Невиль, а в 1908 году Кайл при раскопках города Питома. А город Питом кто строили? Евреи помните? Питом и Рамсес. Они обнаружили в нижних рядах кладки кирпича с соломой. В средних ее количество резко уменьшилось, а верхний слой кирпичей был вообще без соломы. Знаете, есть такой анекдот. Пишут прошение царю. Вот мы такие-то, такие-то строители храма просим выделить батюшку царя. Шесть пудов гвоздей. Дальше от царя. Ключнику такому-то выдать пуд гвоздей. Ключик вызывает. Так, ты, говорит, слушай, Ванька, у нас есть пуд гвоздей? Ну ладно, выбери каких-то кривых, поломанных. Набери там сколько-то килограммов и дай им. И потом написано, знаете, что построен неизвестный храм такой-то, построен неизвестными плотниками без единого гвоздя. И это оказывается обнаружено. То есть евреи не глупые. Когда им перестали давать солому, они стали делать кирпичи вообще без соломы. Что и обнаружилось на археологических раскопках. То есть многие люди этому не верили. Но оказалось, что это точно совпали библейские свидетельства с археологическими раскопками. В книге «Исход» 12 глава 29 стих говорится о том, что Фарвана умер первенец на среднем престола. И в ходе раскопок были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что Аминхотеп II передал престол своему младшему сыну Тутмосу, так как старший умер еще при жизни отца. Примерно в 1800-е годы, это когда жил Авраам, а потом в 1700-е годы пришли такие люди в Египет, которые называли цари-пастухи. По-египетски гексосы. Многие спорят, были ли они семиты, некоторые говорят, что даже некоторые из них были ариями. И было как бы две волны экспансии гексосов. Первоначально гексосы просачивались сквозь кордоны. Их не пускали в Египет. Они потихонечку проходили. Они проходили в Египет, и там осваивались, и там создавали свою культуру, и там постепенно становились вельможами. И это происходило как раз во времена Авраама. Помните, что делал Авраам? Он спрятал свою жену Сару в сундук, на таможне. И говорят, ты, наверное, везешь к нам какое-то сокровище. Нет, говорит, я не то, там шелка, нет, не то, нет, не то. Ну тогда открой сундук. Открыли сундук, увидели Сару. А, говорит, сейчас мы ее отнесем фараону. Кто это такая? Испугался Авраам и сказал, это моя сестра. То есть, в те времена первая экспансия, и это было много тысяч человек, была относительно мирная. Затем, через сто лет, гексосы завоевывают Египет. И еще сто пятьдесят лет примерно властвуют в Египте. И гексосы хорошо относились к евреям, да? И, возможно, история Иосифа, это было во времена каких королей Египта? Фарону? Гексосов. Хорошо. Хорошо.